Сказки-пазлы позволяют разыграть с детьми знакомые и любимые им сказки. Вот это, например, пазл по сказке «Гуси-лебеди». Здесь вот такие вот три гуся-лебедя, которых можно снять, и они будут отдельными игрушками или участвовать в показе сказки. Вот такая вот печка, в которой открывается заслонка, и там сидят братья с сестрицей. Они тоже вынимаются. И вот здесь вот вынимаются два таких чугунка, которые можно поставить, и эту печку можно использовать не только для показа сказки «Гуси-лебеди», ну и просто для любой другой детской игры можно вот здесь вот готовить какую-то еду. Сейчас я вам покажу сказку «Гуси-лебеди» и буду в этом показе использовать вот этот сказочный пазл-печку и другие предметы. А ссылки на игрушки, которые использованы в этом видео, я поставлю внизу в описании. Жила-была одна семья, и были в ней папа, мама, дочка, да сынок маленький. И как-то раз собрались отец с матерью в город на ярмарку. А дочке Машеньке сказали «Ты, Маша, Ваню береги, со двора не ходи, будь умницей, и мы купим тебе платочек». Сели они на телегу и уехали. А девочка побежала во двор к подружкам, заигралась, загулялась. Братика она посадила под окошко и убежала. Налетели тут злые гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на своих крыльях. Хватилась Машенька, стала брат созвать, кликать, искать, слезами заливалась, но не нашла его. Что делать? Братца не уберегла, родители не послушались, и пошла Машенька братца искать. Идет девочка, идет, нигде братца не видно. Вдруг видит, печка стоит. Печка попросила девочку «Машенька, помоги мне, испеклись мои ржаные пирожки, вынь ты их!» Пожалуйста. Машенька вынула пирожки. «Спасибо тебе, Машенька!» И спросила Маша печку. «Печка, матушка, не видела, куда гуси-лебеди полетели?» И печка ей показала «Вон туда!» Идет девочка дальше, видит, яблонька стоит. Яблонька просит Машеньку. «Машенька, помоги мне, отряхни тяжелые яблоки с моих веток. Давно они созрели. Машенька потрясла дерево. Яблонька, яблочки упали. «Спасибо тебе, Машенька!» Говорит яблоня. А Маша ее спрашивает. «Яблоня, яблоня, не видела ты, куда гуси-лебеди полетели?» «Вон туда!» Показала ей яблоня. И Машенька дальше пошла. Идет Маша дальше и увидела речку. Речка ей говорит «Машенька, голубушка, помоги мне, убери тяжелые камни с моего пути. Дай простор моей водицы». Машенька камушки быстро раскидала. Речка сказала «Спасибо тебе, Машенька!» А Маша ее спрашивает. «Речка, скажи, пожалуйста, не видала ли ты, куда гуси-лебеди полетели?» «Вон туда!» Сказала речка. И Маша пошла дальше. Пришла к избушке. Заходит в нее. А там братец на лавочке сидит. И серебряными яблочками играет. В той избушке жила Баба Яга. Она как раз ушла баню топить. Машенька взяла братца и побежала. Баба Яга, когда вернулась в свою избушку, увидела, что братца нету. Позвала своих гусей-лебедей. Сказала гуси-лебеди, летите в погоню. Сестрица братца унесла. Полетели гуси в погоню. Маша с братиком подбежали к речке. Машенька просит «Речка, матушка, спрячь меня!» И речка спрятала ее под своим бережком. Гуси-лебеди пролетели мимо, не заметили. А дети дальше побежали. Бегут, бегут мимо яблони. «Яблоня, спрячь нас, пожалуйста!» И спрятала яблоня их под своими ветвями. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Бегут дети дальше. Видят печку. «Печка, печка, спрячь нас, пожалуйста!» Залезли они в печку, закрылись заслонкой. А гуси-лебеди мимо полетали, полетали, Покричали, покричали, Не нашли их и улетели обратно к бабе Яге ни с чем. А сестрицы с братцем вылезли и пошли домой. Пришли они домой, А тут и отец с матерью приехали. Обрадовались они, что увидели своих деток. И дети тоже обрадовались. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец!